Ох, как похож Такую же первую, такую же раннюю Картины я начал писать с 2015 года. Случайно так получилось, поехал к Никасу Сафронову, и была выставка у него избранная. Просто так интересно было. И в моем окружении сказали, что я говорю, что буду писать картины. Хочу как Никас Сафронов точно так же, чем хуже. А до этого, до Никаса, ты какими-то художниками увлекался? Нет, ну как, я рисовал в школе искусств с 13 лет. И рисовал это так, для меня это было, ну стыдно, в принципе, быть как бы художником, ну еще пацан был, боксом занимался. А просто, ну, состояние души, настроение такое было. Девчатам портреты рисовал в такой вот, в школе там такой. Вот. А вот, когда в 15-й год попал на выставку, увидел картины, ну они дорогие, конечно, все это. И в моем окружении сказали, что куда тебе до таких картины. И меня такой спортивный интерес стал, думаю, а почему бы и нет, я это сделал. Вот. И работал, работал, спустя 6 лет. У меня выставка произошла в этом меценате, у Никаса Фростоя, вот. А чем тебя Никас так привлек? Вот почему именно Никас Сафронов? А я за художников вообще не знал. Я не слышал за художников, кто какие художники, какие картины, сколько что стоит, вообще не знал. Просто, что на слуху было, и все. Вот. Только вот так. Мне больше... То есть, ты скажешь, что ты самоучка, получается? Да, да. Художественная школа тебе просто базис какой-то дала, а дальше ты уже вот этот стиль, все вот это самоцветал. Да, 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 да. Все в интернете смотрел, через YouTube посмотрел. Больше мне интересно было петь всегда. Вот всегда, вот, где-то вот с лет 17-18, мне интересовало петь, вот хотел Круга петь всегда. Вот. Даже случайно вышел, когда на сцену, ну, РДК еще, должен был петь песню Круга. А мне случайно поставили Шатунова. Я еще слов не знал, а мне говорят, все, выходи. Я выхожу с этой песней и начинаю петь Шатунова. И как-то так получилось, смотрю, люди как-то начали смотреть все это. Пусть дворю нас смотрит в вечер, пусть провожает в розовый свет, пусть все нас вежды теми пои, пусть доверяет тайность твои. Больше не надо. Вот смотри, ты принес в студию три картины. Да. И две из них связаны с морской тематикой. И я заметил, я видел твою выставку, я заметил, что у тебя очень много картин связаны с морской тематикой и почему-то с синим цветом. С чем это связано? Синий цвет, это вот состояние души, я не знаю, оно вот как-то само по себе меня вот тянет к нему. Мне кажется, это какой-то гармония души, какое-то состояние души, настроение. Мне кажется, это цвет такой гармонии. А море – это эмоция, это стихия, это твое состояние души более в таком выраженном, когда она там в стиле, у тебя настроение такое спокойное, когда шторм – это эмоция, это какой-то порыв. Ну и, соответственно, более тональность, темная, светлая, вот это вот этот порыв. Есть какие-то жанры, с которыми ты не очень любишь работать? Потому что, ну вот я смотрю, в основном у тебя пейзажи. На терморты я не люблю, вообще это не мое. Это меня, кстати, в школе искусства заставляли учить, а я это не любил. И отбили все. Да, я всегда себя ставил череп, ногу и вот просто от всех. Абсоргировался наушники, одевал это еще в школе, когда в 13 лет была. Я заметил, что ты еще очень много пишешь знаменитых людей. Да, меня это тоже привлекает. Вот из-за этого мне Никас и понравился. Я обратил внимание, что он среди вот этого шоу-бизнеса, что вот у всех знаменитых портретов, из-за этого он настолько популярен. Я понял, что в этом направлении мне надо двигаться. Вот я видел, что ты рисовал портрет Малежика. Малежика, да. И ты всегда даришь эти портреты. То есть, когда к нам в Азов приезжает какой-то артист, ты рисуешь его портрет, даришь. И знакомлюсь с ним. А, то есть ты преследуешь какую-то цель, да? Естественно. Мне интересны известные люди, мне интересны сильные люди, которые что-то создают, которые делают историю, творят историю. Кстати, и ты мне очень понравился в этом, что ты рокер и пишешь книги. Это тоже привлекло для меня внимание, да. Где мой портрет? Будет. Не, будет, будет. Я вот люблю известных людей. Я Юрия Петровича, ремесника рисовал. И очень замечательный человек. Очень мне повлиял в мою жизнь. На самой первой выставке пришел и поддержал меня. Тогда, когда я даже не знал, как этим заниматься. Это у меня очень большое впечатление произвело. Есть какая-то мечта, вот кого бы хотелось написать из известных персон? Ну, мечта была Шатунова написать. Ты его написал? Да, и хотелось с ним встретиться. Вот эта мечта была. И встретиться с Михаилом Кругом. Но вот они умерли. Для меня это легендарные люди. Где ты черпаешь вдохновение все-таки? С музыки, книг, картин. То есть сюжеты твоих картин рождаются, когда ты... Слушал музыку, да. Услышал. Услышал музыку. Она меня, допустим, сильно впечатлила. И я, соответственно, выражаю это в картине. Вот из тех работ, которые сейчас здесь находятся в студии, можешь вспомнить хотя бы про одну, какая музыка тебя подтолкнула написать картину эту? Вот это вот картина от «Тишины хочу», «Антиреспект». И так и назвалась картина от «Тишина». Слушай, необычно. Это вот эта вот песня «Тишины, тишины хочу». Слушай, ну песня мрачная. Я бы не считаю, что она мрачная. В какой-то момент тоже устаешь, и хочется как бы тишины, просто выйти на природу порисовать. Тишины, тишины хочу, тишины в молчании с голодом, легким ветром, вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы до пьяна тишины, и не жаль, по бестёртую, Чтобы осень лиземи жёлтыми мне накрыла душу, распростёртую. Чтобы осень лиземи жёлтыми мне накрыла душу, распростёртую.